Достаю содержимое. Сейчас мы его разберем. Итак, вот это так называемое крабовое мясо, ну вроде бы ерунда, много химии, да понимаю, я не стал с собой брать банки консервов рыбных, мясо я не ем, и поэтому решил воспользоваться именно этими псевдодорами моря, они достаточно калорийные и белковые. Следом идет вот этот пакетик. В центре кадра, как вы видите, предательски проглядывает Сникерс. Сейчас я разберу пакет. Так, это у нас пачка вафель, это так сказать десерт. Далее действительно идут конфетки Сникерс. Это сладости с одной стороны, с другой стороны там орехи, карамель, это тоже полно калорийно. Также демонстрирую. Очень большая горсть, даже тут две горсти в мешке, грецких орехов. А также иранские финики. Чудо вещь! С точки зрения калорийности, все показано, вполне устраивает взрослого человека о сто двух килограммах веса, коим я являюсь. Вот того, что я вам показал, будет вполне достаточно для очень сытного и калорийного обеда. Мясоеду, конечно, не очень понятно, что может быть здесь сытного и что может быть здесь калорийного. Вот кусок мяса или банку тушенки, или кусок ветчины, или грудинку заточить. Вот это было бы здорово, вот это было бы калорийно и питательно. Лосина вошка бежит. Надо пока. Но! Должен вам сказать, что у человека никак не могу поймать я на. Вот она. Должен вам сказать, что у человека, который перестает есть мясо, а также потреблять молочные продукты и хлебобулочные изделия, замешанные на дрожжах, смею вас уверить, что организм перестраивается, причем перестраивается настолько радикально, что те продукты, которые в привычном мясоедно-молочном восприятии этого мира не являются чем-то значимым, то есть калорийным и питательным, вдруг становятся носителями как раз той самой энергии, о которой все пекутся поедая мясо. Как же так, спросите вы? Как такое может быть? А не врет ли вам, снимающийся в кадре, субъект? Честно вам говорю, как на духу, не вру. Вот верите ли? Вот сейчас я вам скажу такие слова, что вы долго будете крутить, наверное, пальцем у виска, но люди, которые меня знают, не дадут мне соврать. Это действительно так. Итак, вечером мне, как правило, достаточно одного огурца средних размеров, 2-3 помидоров, луковица, 3-4 зубчика чеснока, специи. Я предпочитаю сванскую смесь. Найдите в интернете, что такое сванская смесь, сванская приправа. Это из Сванетии, Грузия. Так вот, сванская приправа, оливковое масло, соль, сахар по вкусу. Сахар я обязательно добавляю. Иногда сахар заменяет мед. Да, ложка меда. Все это рубится в привычном для человека размере, имею ввиду салат. Кто-то рубит огурцы покрупнее с помидорами, кто-то поменьше или мельче. Я режу по-всякому, как придется. Так вот, все это смешиваю. Если есть картофельная вареная, добавляю одну картошку, одну картофельную. Все это перемешиваю с оливковым маслом. Принимаю в качестве ужина. Вы представляете, можете мне не верить, можете крутить пальцем у виска. Но вот этой смеси, казалось бы, не калорийной. Откуда здесь взяться калориям? Да. Этой смеси, если ее запить пол литра чая с медом и немножко, 2-3, ну 4 кусочка, грамма так по 20-30 халвы. Так вот, всего этого мне, здоровому мужику, хватает сытости на 8-9 часов. А если вслед за этими 8 часами еще и наступает здоровый сон, часов на 8, я встаю через 16 часов после потребления своего ужина, подчеркиваю, встаю без ощущения голода. Не сосет под ложечкой. Не тащит бегом на кухню, чтобы там сожрать, я голоден. Не голоден! Вот, не верите, я понимаю, что вы не верите. Но это действительно так, не голоден. А с утра я съем апельсин, а то и два. Может быть, одну помидорину, может быть, немножко совсем, мелкую, глубокую, маленькую, глубокую тарелку овсяной каши с добренной ложкой меда. Выпью чай и, опять же, чуть-чуть халвы или штук 5-6 фиников. Чай может быть каркаде, или это может быть какао, или это может быть черный чай. Зеленый почему-то не пью, кофе не пью вообще. Так вот, этого всего мне хватает примерно до часу двух дня. Днем два апельсина, штук 15-20 фиников и, ну, грамм, чтобы вам не соврать, 70-100 орехов. И вот так до вечера, до шести, до семи часов вечера. А вечером ужин, тот, которым я рассказал, только что выше. Вот хотите верьте, хотите нет. И этого рациона с некоторыми вариациями, а вариации заключаются в чем? Рыбка, копченая, вареная в ушке, уха. Или жареная, но тоже сравнительно немного. Ну, например, мы раскусили минтая, дешевая, как говорится, и сердито. Минтая тоже тресковая рыба и очень вкусная, даже после разморозки, измороженного состояния. Я представляю, какой он свежий, хотя никто из нас, из людей, живущих в европейской части России, никто его, наверное, не пробовал свежим, если он не был, конечно, на Дальнем Востоке. Так вот, иногда рыбка. Что значит иногда? Это может быть раз в день, это может быть раз в три дня. По-всякому это бывает. Но, тем не менее, вот тот усредненный рацион, о котором я рассказал, действительно имеет место. И, как вы видите, морда лица моя с трудом вмещается в объектив этой камеры. Видите? Видите? С трудом, с трудом, с трудом, с трудом, с трудом, с трудом она вмещается. Вот она. Кое-как вместилась с трудом в объектив камеры. Поэтому хотите вы, не хотите вы, но придется, возможно, придется поверить мне на слово. И, возможно, принять на вооружение. Знаете почему? Потому что, перестроившись, организм перестает требовать от привычных всем нам и сводящих в могилы, без привлечения, сводящих в могилы, тысячами, десятками тысяч, миллионами людей на кладбище, сводящих мясо, молока, хлебобулочных изделий с дрожжами. Почему? Я что, преувираю? А вы съездите на любое кладбище городское и посмотрите, с какой скоростью оно растет. Зайдьте сегодня, завтра, а потом заедьте туда через год. Вы ахнете! Таков огромный прирост кладбища, если оно, конечно, новое, а не то старое, куда подхоранивают в уже ранее устроенные могилы. Так вот заедьте на новое кладбище и вы увидите темпы, с которыми оно растет. Как вы думаете, из-за чего? А вот из-за того, из-за мяса, молока, и хлеба на дрожжах, никогда русский народ, да и вообще народ в мире, не жрал, извините за выражение, столько мяса, столько молока и столько хлеба на дрожжах, как он жрет, извините за выражение, в настоящее время. Понятное дело, что еще и ритм жизненный, еще и какие-то неуряйцы, еще и задержки с зарплатой, плохое поведение детей, не сколдёхи в жизни, ну и прочее-прочее житейское, что накладывается каждому на плечи, приводит к тому, что человек нервничает, а еще сверху и мяском, и молочком с йогуртом, и творожком, ибо именно в нем, якобы, находится тот самый, незаменимый для всех нас кальций. Вы знаете, столько байок я уже слышал за два с половиной года, не потребление мяса и молока, молоко я гораздо дольше уже не ем, и молочное, а также хлеб, что диву даешься, насколько люди упрямы в своих заблуждениях. Так вот, организм перестраивается и начинает потреблять энергию из того, в чем энергии, казалось бы, нет. Рацион, который я вам назвал, мой ежедневный рацион, ну посчитайте его на калории, ну сколько он будет? Меньше. Точно. Гораздо меньше полуторопит. А согласно наших самих ученых, сколько порог потребляемости для организма, для его нормального существования, больше полуторопит. Вот такие дела, делайте выводы. Ну, конечно, если захочется их делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова